Музыка Второй год подряд 17 апреля в Керчи чествуют сапёров, минёров боевого отроления, сапёров-водолазов. Второй год подряд в этот день у памятника сапёрам и водолазам, установленного на набережной в конце 2010 года, собираются бывшие участники разминирования Керченского полуострова, чтобы почтить память погибших братьев по оружию, солдат-тружеников или, как ещё называют сапёров и минёров, чернорабочих войны. Есть солдаты, о подвигах которых говорят мало, их мужество лишено блеска, их отвага носит защитный цвет. Это сапёры. Почему именно 17 апреля в Керчи чтут память сапёров? Инициатор создания памятника, участник разминирования Керчи в 60-е и 70-е годы прошлого века Гай Будович объясняет. Два года назад на общем форуме было принято решение считать этот день днём начала разминирования многострадального города. 11 апреля была освобождена Керчь. Керчь была полностью разрушена, заполнена боеприпасами. Кругом были окопы, блиндажи, танковые окопы, стрелковые ячейки. Вокруг Керчи были участки минных полей. Ни одно здание не работало. Город нужно было очищать от боеприпасов. Для этого органы местного самоуправления были созданы отряды от Савиохима из допризывных юношей и девушек. 17-18 лет, даже были и моложе ещё, которых обучали инструкторы-сапёры 9-го инженерно-сапёрного батальона 51-й Приморской армии. Они освободили 11-го числа, а 17-го числа после обучения они непосредственно приступили к разминированию нашего многострадального города. Работали не только сапёры, но работали и по разминированию флотские минёры, водолазы. Керченский пролив был полностью заминирован гальваноударными минами, акустическими, магнитными минами. Керченский пролив был не судоходен, полностью заминирован. В участие принимали 13-й дивизион тральщиков, Керченский 13-й дивизион тральщиков и другие силы военно-морского черноморского флота СССР. К подножию памятника сооружённого из деталей снарядов, обнаруженных за весь период послевоенных лет, на Керченской земле ложатся живые цветы. После войны уже был создан отряд по разминированию из гражданского населения под командованием воинских частей. И особенное участие принимала там покойная Гранковская Февралина Григорьевна. По её рассказам, это были комсомольские группы, по комсомольскому набору, в основном девушки, и они уже в этом принимали участие. И хотя многие тоже, игра со смертью в кавычках, тоже оставались в земле. Поэтому сегодняшний день я прошу всех почтить память и погибших, и усопших, которые не дожили до этого светлого и радостного дня, когда мы приходим и отдаём память погибшим. Когда-то в Керчи была 823-я группа спасательных судов. Задачей нашей группы входило обследование, подъём боезапаса, уничтожение, половина Чёрного моря и всё Азовское. Мы работали, никогда не задумывались о том, что мы делаем. Но благодаря нашему труду прошли годы, и мы сейчас должны гордиться тем, что пролив наш в рабочем состоянии, торговый порт, Керчь, Петрося, другие города, и все городские пляжи, на которых, если кто помнит, были десантные баржи, которые разбывали и доставали. Сотни тысяч смертельных находок Второй мировой было обезврежено и уничтожено на Керченской земле. И сегодня бойцам специального морского отряда МЧС Украины, базирующегося в Керче, скучать некогда. И сегодня они далеко не в полном составе пришли к памятнику. Слишком много работы связаны именно с обезвреживанием взрывоопасных предметов. Специальный морской отряд на данный момент, это подразделение центрального подчинения МЧС Украины, работает по выявлению обезвреживанию боеприпасов, как времен Великой Отечественной войны, так и современных. Зона ответственности отряда это Керчь, Ленинский район и по границу Феодосийского гарнизона. Это сухопутная территория и практически большая часть морской акватории Крыма. Скажите, чаще всего откуда поступают вызовы, что обнаружен взрывоопасный предмет? Заявки приходят равномерно. Большей частью приходится работать по Ленинскому району, но другие населенные пункты также не отстают. На данный момент подразделение, один расчет группы первоэтинических работ, выполняет работу по семи заявкам. Одна из них Феодосия, две заявки Ваджимушкаи, Ленинский район и две заявки город Керчь. То есть работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов не становится с годами меньше? Или все-таки есть какой-то контраст в сторону уменьшения? Контраст не проявляется как таковой из года в год. Планомерная работа зимой меньше. Сейчас по приходу тепла, по приходу весны земельные работы проводятся населением. И боеприпасов выявляется больше. Ну, из года в год практически работа не меняется. Насыщенность одна и та же. Статистика какая-то есть? Вот сколько в течение года вы совершаете выездов, сколько единиц боеприпасов уничтожаете? Ну, сейчас статистики так не будем опускаться. Это тысячи. Тысячи боеприпасов и десятки авиабомб калибром 50-100 мм. Саперы, флотские минеры, водолазы в прошлом, участники разминирования Керчи и акватории Керченского пролива, выражают искреннюю признательность городскому совету и лично мэру Керчи Олегу Осачьему за поддержку их инициативы, в результате чего и появился памятник, у которого они теперь могут собираться, вспоминать товарищей и годы службы, когда о славе ни посмертной, ни живой не думали, просто делали свою работу, у которого могут сегодня читать стихи. Вызван командиру лучший водолаз. Слушайте, товарищ, боевой приказ. В нами обнаружен под водой фугас. Мину обезвредить. Выбор пал на вас. Выполнить задачу вашей долг и честь. Если нет вопросов, есть. Водолаз уходит к мине в глубину, оставляя дома горевать жену. О задаче страшной знает лишь она. А у водолаза жизнь всего одна. Сердце бьется гулка, ров стучит в висок. Это не прогулка. Установлен срок, и его накрыла ласковая волна. А над ней встречала мирный день война. Смерть ты видел близко, и при том не раз. Крут твой связан с риском, лучший водолаз. В этой форме старой ты и глух, и нем. Не уютно глазу, так мешает шлем. Заливает потом всею и лицо. Но приказ – работа, в бой, в конце концов. И петь вместе с недавно созданным творческим коллективом «Золотые ключи» полюбившиеся некогда и на всю жизнь песни, близкие сердцу и созвучные душе. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Мы молодое поколение, мы чтим работу и подвиги этих людей. Мы все видели, что это для них неформальность. Они живут этим днем, они переживают. Мы встречаемся, пытаемся им помочь, чем можем. Учимся у них, просим совета. Пожелания здоровья им больше. Дабы, как сказал один из выступавших, из года в год количество пришедших не менялось. Долгих лет им и здоровья. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует. Продолжение следует...